всем добрый день с вами виктория добро пожаловать на мой канал сегодня готовлю блюдо из тыквы тыквы универсальный овощ из него можно приготовить блюдо и на завтрак и на обед и на легкий ужин я же сегодня готовлю тыквенную кашу на молоке очень вкусное полезное и сытное блюдо тыкву я помыла очистила от семян и сейчас буду нарезать ее на кубики вот такого среднего размера у меня тыква мускатная я очень часто делаю блюда из этой тыквы кожура у нее очень быстро при варке становится мягкой поэтому я ее не очищаю если у вас другой сорт тыквы то конечно кожуру нужно предварительно очистить тыквы я переложила в кастрюлю с толстым дном налила стакан воды довожу до закипания и оставляю тушиться на 10 минут на среднем огне параллельно поставила варится рис рис нужно отварить до полуготовности в течение 2-3 минут 10 минут прошло после 10 минут варки проверяем ножичком вот так на такая если тыква мягкая вот видите она прямо у меня хорошо разламывается тут значит выключаем огонь и с помощью толкушки будем толочь толкушки или блендером как вам удобнее можете оставить так если вы любите кашу с кусочками я буду расталкивать у меня ребенок не любит когда кусочки я вот так-то кушечкой все хорошо потолку я прокипел 3 минуты значит он такой полу готовый рис перекладываю в тыкву наливаю сюда молоко все пропорции я вам оставила в описании под видео молоко лучше брать очень очень жирное все хорошо перемешиваю огонь довожу до закипания и буду варить на маленьком огне примерно 15-20 минут молоко закипело я уменьшила аку добавляю одну столовую ложку сахара и пол чайной ложечки соли оставляю томится каши на 15 минут на очень маленьком а каша у меня уже варится 10 минут я ее время от времени помешиваю попробовала на соль сахар сахара недостаточно добавлю еще одну столовую ложку и добавлю еще немного соли где-то через 10 минут приготовления можно попробовать кашу на сахар соль если недостаточно то можно добавить и не забываем все время вот так перемешивать 15 минут прошло я попробовала кашу рис готов значит каша готова еще раз ее вот так хорошо перемешиваю я добавила в нее кусочек сливочного масла и теперь накрываю кашу крышкой немного прикрываю полотенцем и даю настояться еще минут 10-15 не забывайте о том что когда каша настоится то она в себя впитает еще достаточно жидкости рис в себя впитывает очень много жидкости поэтому жидкости молока нужно добавлять достаточно посмотрите какая красивая каша у нас получилось это просто какое-то райское наслаждение в сезон когда тыква свободной продажи совсем дешевая или даже растет у всех на огородах это просто грех не приготовить такой рецепт смотрите какая получилась у каши консистенция именно такая как нужно и не слишком густая и не жидкая приготовьте вы такую кашу и напишите мне в ваших комментариях ваши отзывы на этом я с вами прощаюсь спасибо что были со мной всем желаю прекрасного настроения приятного аппетита подписывайтесь на мой канал делитесь рецептом с друзьями всего хорошего и до новых встреч